Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Лебедев Михаил Альбертович, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации «Сколтеха», научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов, Института когнитивных нейронаук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Окончил Московский физико-технический институт, специализировался на кафедре физики живых систем. В 1991 году поступил в аспирантуру университета Теннесси в Мемфисе и освоил нейрофизиологические методы записи активности мозга у бодрствующих обезьян. После защиты диссертации Михаил Лебедев два года провел в Италии в институте СИСА в Триесте, где на крысах разработал методику многоканальной регистрации активности нейронов. Вернувшись в США, он продолжил исследования на обезьянах в Национальном институте здоровья в БТСД и в Университете Дьюка в Северной Каролине. В 2017 году Михаил Лебедев выиграл мегагрант правительства Российской Федерации, который позволил ему открыть Центр биоэлектрических интерфейсов в Институте когнитивных исследований Высшей школы экономики. С 2020 года Михаил Лебедев также профессор Сколковского института науки и технологий. В 2021 году он получил грант Российского научного фонда на реализацию идеи разработки нейроинтерфейсов для реабилитации двигательных функций и контроля боли. Профессор Лебедев – автор более ста научных статей, ряда книг и глав в монографиях. Михаил Лебедев, студия медицины «В контексте». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – нейроинтерфейсы. Это системы обмена информацией между мозгом и электронным устройством. Все мы знаем, что эта область бурно развивается и разнообразно развивается. Из последнего один калифорнийский стартап объявил недавно о создании нейронной гарнитуры, оснащенной системой дополненной реальности, которая воспроизводит, буквально озвучивает мысли человека. Такое устройство поможет людям, страдающим от физических и неврологических нарушений, общаться с окружающим миром, пишут информационные агентства. Наш гость – пионер в области создания и изучения возможностей нейроинтерфейсов. И сегодня Михаил Лебедев расскажет нам подробности о принципах их функционирования, историю нейроинтерфейсов, а также медицинское применение вплоть до помощи людям с постковидным синдромом. Пожалуйста, Михаил, нейроинтерфейсы – двунаправленная связь с мозгом. Да, Марина, спасибо большое за приглашение. Нейроинтерфейсы – в самом деле они обеспечивают двунаправленную связь с мозгом. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду то, что они могут считывать мысли и посылать информацию в мозг. Но вообще, что такое мозг и зачем он нам нужен? Действительно. Кстати, об этом думают и нейрофизиологи, и философы. И самый такой завораживающий момент – это откуда берется сознание, наш субъективный мир, и вообще все, что мы из себя представляем. И об этом уже думали долго-долго. Лейбниц в свое время сказал, что, предположим, мы сделали машину из шестеренок, которая мыслит и реагирует на внешние стимулы, как бы воспринимает и ведет себя так практически, как человек с сознанием. Затем мы заходим внутрь этой машины, смотрим на шестеренки и совершенно не понимаем, где же у нее появилось восприятие. И эти сложные вопросы философы до сих пор долго и бесплодно рассуждают на эту тему. Но вот, скажем, Иван Павлов вообще отказался на эту тему думать. Он говорил, что если мы исследуем животное или человека, то запрещено ученому думать о каких-то внутренних состояниях эмоциональных этого животного. Нужно только смотреть на объективные данные. Где же в этом споре находятся разработчики нейроинтерфейсов? Они как бы что-то понимают и думают на эти темы, но их подход практический. Они говорят, ну хорошо, по-видимому, мозг имеет отношение к сознанию, к внутреннему миру и так далее, но давайте-ка мы просто подключимся к мозгу, будем считывать из него информацию и будем декодировать эту информацию в какие-то полезные сигналы, например, в команды к механической руке, например, в протез для парализованного человека. Затем этот человек сможет управлять просто силой мысли, движениями этого протеза. А если на протезе имеются сенсоры, которые ощущают прикосновение к внешним предметам, то мы сигнал от этих сенсоров можем отправить обратно в мозг и вызывать искусственные ощущения. И таким образом этот парализованный человек, управляя протезом, постепенно-постепенно начнет его воспринимать как часть собственного тела, поскольку он и управляется мозгом, и ощущается практически как собственная рука. Ну, конечно, в идеале. Идеал немного или много отличается от реальности. Но об истории нейроинтерфейсов. Когда же они появились? Ну, скажем, в 1963 году Грей Уолтер провел такой эксперимент. Он работал с эпилептиками, которым по медицинским показаниям были плантированы в мозг электроды. И он их просил, чтобы им не было скучно, нажимать на кнопочку время от времени и переключать слайды в проекторе слайдов. При этом в мозге этих испытуемых развивался такой потенциал готовности. Он был достаточно сильным, и Грей Уолтер смог отсоединить кнопкой, подсоединить потенциал готовности к проектору слайдов. И теперь эти испытуемые с активностью собственного мозга переключали слайды. Но, правда, Грей Уолтер не назвал эту конструкцию интерфейса мозг-компьютер, поскольку его занимали совсем другие вопросы. История заставила себя подождать некоторое время, но уже где-то в 70-е годы Жак Видаль предложил именно четко такой термин интерфейс мозг-компьютер. Тогда уже были компьютеры, но они были большие, занимали такой целый зал. Где-то рядом в маленькой комнатушке сидел испытуемый и пробовал управлять этим огромным компьютером. Ну, в принципе, получалось. Причем интересно, что в 70-е годы был как бы пик этих исследований, а потом они почему-то пошли на спад и возобновились уже ближе к концу прошлого века. Но не следует также забывать, что в Советском Союзе шли ровно такие же исследования, во многом даже опережающие западные аналоги. Скажем, вот Виктор Гурфинкель разработал миоэлектрический протез руки, который управлялся сигналами мышц. И человек с ампутацией, получив такой протез, мог постепенно им обладеть. И это для каких-то очень важных таких задач, показано на картинке. Каждодневных как бы. Да, такая необходимая задача. Сам я очень долгое время занимался инвазивными интерфейсами, то есть теми интерфейсами, которые требуют, чтобы непосредственно в мозг был введен электрод. И пионером этих исследований был такой Эдвард Эвертс, который в 60-е и 70-е годы в Америке, в NIH. Он работал с обезьянами, вводил в их мозг электрод. При этом обезьяна не возражала, поскольку в мозге нету рецепторов. Не было больно. И обезьяна могла выполнять разные задачи. Например, тянуть на себя рычаг или отталкивать от себя рычаг. И вот что интересно. Обезьяна тянет на себя рычаг. Эдвард записывает один нейрон. Здесь вот такие красивенькие черточки. Это разряды нейрона. Нейрон разряжается. Обезьяна повторяет движение, нейрон разряжается снова. Третий раз то же самое. Здесь как бы мозг добр к исследователю. Потому что если бы что-то подобного рода мы бы попытались сделать с компьютером, вставили бы, гвозди начали записывать, то никакой повторяемости, ничего такого простого бы мы не увидели. Но с мозгом эта простота немного обманчивая. Но тем не менее она позволяет декодировать сигналы. Потому что если, скажем, мы видим, что этот нейрон разряжается, это как бы доказательство, что, видимо, обезьяна производит такое движение. И мы можем по активности нейрона теперь декодировать это движение. Джорджиополос уже ближе к 70-м годам прошлого века. Он разнообразил репортера обезьян. И обезьяна уже двигала в разных направлениях. Ей было дано 8 мишеней. И Джорджиополос построил такую знаменитую синусоидальную кривую чувствительности нейрона к направлениям. И также здесь стоит обратить внимание, что было такое преимущественное направление, любимое направление для данного нейрона. Скажем, вот здесь, когда обезьяна двигает рукой влево, нейрон наиболее активен, а когда вправо, наименее активен. Вот, кстати, Джорджиополос, а вот я стою рядом. То есть что-то, возможно, дает мне определенный такой авторитет в этой области. Орел. Орел, Орел, Орел. Вот. Но Джорджиополос и Эверс, они вставляли, как правило, только один электрод. А чтобы качественно декодировать, хорошо бы записывать много-много нейронов одновременно. Для этого нужно имплантировать много-много электродов. И этим занялся Джон Лилли тоже в те же годы. Он огромное количество электродов вставлял в мозг обезьяны. Правда, у него была некоторая проблема с записью такого количества электродов. И с обработкой информации, потому что компьютеров у него хороших не было. Что он придумал? У него обезьяна была анестезирована. И он подсоединил эти электроды к лампочкам, которые мигали. И направил камеру, считывал. И видел такие красивые картинки. Уже практически был близок, чтобы как-то декодировать. Но тут произошел казус. Он увлекся мозгом дельфинов. Языком дельфинов и стал с ними плавать на бассейне. Совсем забыл про своих обезьян. Но некоторые люди не забыли. Скажем, Карл Франк Венаевич, он четко определил функции своей лаборатории, что как развитие нейропротезов, которые будут управлять протезами рук, ног или какими-то устройствами для коммуникации. И заключил свою цитату. Он сказал, что может быть когда-то мозг будет общаться с компьютером. Но это действительно случилось. И сейчас это происходит. В лаборатории Карла Франка были произведены пионерские исследования, нигде не записывали где-то 5-10 нейронов в обезьяну. И обезьяна выполняла простую задачу. Сгибала-разгибала кисти. Они с помощью линейной модели потом могли декодировать эти движения из-за активности нейронов. Шло время. И уже ближе к концу прошлого века компьютеры были очень хорошие. И Мигель Николевич, Джон Шепин, они имплантировали крысу десятками электронов, записывали несколько десятков нейронов. И крыса у них выполняла такую задачу, где ей надо было нажать на рычаг. И это приводил в движение такой одномерный робот, который подносил воду, карту крысы. Затем Николей Лис и Джейпин подсоединили мозг крысы к этому роботу. И крыса вскоре осознала, что ей даже не нужно наживать на рычаг. Достаточно подумать. И робот послушно подносил воду на карту крысы. И вот эта вот статья, где-то в эти времена как раз тема таких нейроинтерфейсов, нейрофидбэка, она не была столь популярна. И вот почему-то именно эта статья явилась толчком к современному экспоненциальному росту нейроинтерфейсов. Время пришло. Время пришло. Время пришло. Все сложилось. Вот, кстати, тоже. Я с Николей Лисом работал. Я смотрю на правду, я могу понять. Что же я делал в своих исследованиях? Я работал с обезьянами. И вот, кстати, мозг обезьянный. Он очень, кстати, похож на мозг человека. Имеется такая центральная извилина. Перецентральная извилина. Моторная кора, сзади самоценсорная кора, премоторная, префронтальная. Такой маленький кусочек мозга, которым обезьяны думают. У человека он гораздо больше. Поэтому человек думает больше. И есть области, соответствующие ногам, рукам, глазам. Так что много областей, куда мы можем поместить электроды, исчитывать информацию, декодировать. Но здесь стоит заметить, что сейчас неоднозначные отношения к экспериментам на обезьянах. Некоторые говорят... Ну, сильно сократили ведь, да? Ну, во многих странах уже... В Америке, например? В Америке пока можно, а, скажем, в Европе, в некоторых местах уже так не приведено. В Испании, по-моему, закон даже приняли. Может быть, да. О том, что это право личности. Да, да, да. Что-то такое было несколько лет назад, да? Ну, так что это еще здесь под вопросом. Ну, интересно, что вот целый выпуск журнала ПНС вышел, где доказывается, что эксперименты на обезьянах нужны по такой простой причине, что нам не следует сразу такие тесты делать на человеке. Лучше потестировать на обезьяне. Главный академический журнал Америки. Да, да, да. И что касается нашей тематики, вот здесь, это восстановление моторных и сенсорных функций. Для этого и нужны обезьяны. Но, опять же, повторюсь, что обезьяны в таких экспериментах не страдают. Даже наоборот, как бы они более интересную жизнь, проживают и более долгую. И во многих отношениях они выигрыши по стороне. Если десятилетиями ведутся эксперименты, и обезьяна жива, не болеет, то это наглядное свидетельство того, что можно продолжать. Да, да. И имплантаты становятся лучше и лучше, об этом я скажу чуть позже. И вот так вот выглядит эксперимент на обезьяне. Она имплантирована, играет в увлекательную игру. Мы начинаем декодировать сигналы из мозга. Она даже, в принципе, может и не пользоваться джойстиком, чтобы играть в эту игру. Также мы можем посылать электрическую стимуляцию в мозг, вызывать искусственные ощущения. Чуть-чуть я приведу некие работы на обезьянах. Их много было, я все не опишу. Ну вот, скажем, Николелес и Уэсберг, они работали с всякими маленькими ночными обезьянами. И обезьянам выполнял простую задачу. Она джойстик двигала влево-вправо, влево-вправо. Они это декодировали. И затем, как бы для хайпа, подсоединили этот декодированный сигнал к роботу, который находился за много тысяч километров. Ну, не тысяч, сотен километров в другом штате. И как-то это было бы опубликовано в Нейчер. И, соответственно, журналист точно их обрадовал, что обезьяна сидела здесь, а управляемый объект находился далеко-далеко. Правда, здесь было одно но. Оно заключалось в том, что обезьяна и не ведала, что она чем-то управляет. С ее точки зрения она просто рычаг двигала туда-сюда. Ей даже не подавали сигнал обратной связи. Но, видимо, потому что думали, такая маленькая обезьянка, маленькая и глупая, нужно переходить к изучению обезьян большего размера, макокрезус. И это и было сделано. И здесь подключились несколько групп, которые на тот момент активно друг с другом соревновались. Скажем, Джон Даннахью тоже опубликовал в Нейчер именно тот результат, где обезьяна имела перед собой зрительную обратную связь. То есть выполняла она простую задачу, управляла курсором и даже двигала при этом рукой. Но поскольку она на экране имела результат своих действий, а курсор управлялся мозгом, вот он опубликовал такую короткую статью в Нейчер. Эндрю Шварц, тоже знаменитая группа, он надел на обезьяну очки виртуальной реальности, она через интерфейс управляла трехмерными движениями курсора. Он же подсоединил Мака Курезис к роботу, и она управляла роботом. Значит, на тот момент еще велись споры, сколько же электродов имплантировать. Некоторые говорили, ну, десяток электродов будет достаточно, другие говорили, нет, давайте сотни, а то и тысячи. И вообще сейчас здесь чаша весов склонилась к тысячам, а может быть миллионам электродов. Даже если почитать, что предлагает Дарпа, то они хотят миллионы или миллиарды записывать. Ну, вот пример такого электрода, который имеет много-много электродов. И также здесь такая вариация, что каждый электрод двигается таким микровинтом. Это лучше, потому что вставлять сразу много электродов в мозг очень сложно, потому что возникает такой эффект, я бы сказал, эффект Рахметова, когда он спал на гвоздах. Да, я изображал, что это очень больно, но на самом деле, если гвоздей много, то это даже и не почувствуешь. Кстати, этапы хирургии на обезьяне. Здесь открывается череп, делается кренитомия, уставляются электроды, затем заливается все цементом, и обезьяна получает такую шапочку. Сейчас, чуть позже скажу, это уже все стало выглядеть элегантнее, элегантнее. Но для наших экспериментов было очень удобно, потому что просто мы берем обезьяну, вставляем наши электрические кабели в мозг и записываем активность мозга. Также мы использовали такие шапочки для обезьяны, напечатанные на трехмерном принтере. И удобно были тем, что внутрь этой шапочки можно было вставить какую-то электронику, в данном случае беспроводной усилитель, который 256 каналов передавал. И если все у нас получается, то мы имеем на экране компьютера вот такую красивую картинку. Здесь каждая загогулинка соответствует нейрону, и мы записываем здесь 400 нейронов одновременно, чтобы не быть голословным. Вот пример такой записи. Здесь мы подключили к обезьяне. Три компьютера, таких довольно мощных. И вот видите. Она двигает руками, да? В данном случае она управляет задачей с двумя руками. И я скажу чуть позже об этой задаче. Видите, какой массивный идет объем информации. Еще вот статья тоже наша. Здесь обезьяна управляла роботом, который совершал такие движения дотянуться и схватить. Вот из этого эксперимента видео. Здесь обезьяна, вот это обезьяна, рука обезьяны, вот рот обезьяны. Здесь она пьет. Вначале она пользуется джойстиком, чтобы дотянуться до мишени и сжимает джойстик как бы схватывание. То есть дотягивается, схватывает, дотягивается, схватывает. И когда мы ее переключаем в режим нейроинтерфейса, здесь она продолжает себя чуть-чуть помогать при помощи джойстика, но джойстик отключен от системы, весь сигнал берется из мозга. И здесь обезьяна опять-таки дотягивается, схватывает, дотягивает, схватывает. Видно, что движения курсора такие более зашумленные, но все равно обезьяна справляется довольно хорошо. Но я бы мог про обезьян долго и много рассказывать, но много было всего сделано. Но здесь самое замечательное достижение, что все эти эксперименты на обезьянах действительно помогли. Пробудут на людях, да. Помогли, да, интерфейсам на людях. Это известная картинка. Известные, да, картинки, где здесь две группы, опять-таки, данных Ю и Шварц, они обольчили парализованных людей управлять таким роботом, который подносил еду либо питье в карту. Вот, кстати, электрод, которым они пользовались, называется матрица штата Ют. Почему так называется? Просто потому, что изобретатели этого электрода они в штате Юта находились, соответственно, и выглядели, а не так, это, ну, как чуть-чуть, как ковбои. Понятно. Вот. Но этот электрод, кстати, разрешено в мозг человека имплантировать. То есть, пожалуйста, купите и имплантируйте. Но есть одна проблема, что, вообще говоря, когда в мозг мы вставляем этот электрод, то мозг воспринимает его, как инородное тело, и пытается всячески защититься, и может даже окутать этот электрод от плотной соединительной ткани отдают даже до той поры, когда электроды вообще их не видно. И вначале качество записи хорошее, потом хуже, 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 значит, уже где-то здесь. Человек имплантирован, не очень хороший сигнал записан. Ученые получили миллионы долларов от Дарпа. Что же им остается делать? Ну, они где-то в этой области находятся, но все равно говорят, у нас все хорошо, человек управляет. Что сделано, то сделано. Ну, вот проблема биосовместимости этих электродов на настоящий момент самая такая насущная. Другая проблема связана с декодированием. Как декодировать нейрональную информацию? Ну, здесь есть много принципов. Первый такой, в какой-то мере очевидный, это пространственное декодирование, заключающееся в том, что если я, скажем, думаю о своей руке, активируется зона руки мозга. Думаю о ноге, активируется зона ноги мозга. Соответственно, если посмотреть, где у меня в мозге возникла активность, то можно декодировать. И это, скажем, если человек носит шапочку ЭГЭ, думает о правой руке, против левой руки, то в мозге возникает асимметрия, и можно догадаться, интерфейс может догадаться, о чем этот человек думает. Для инвазивной записи здесь сложнее и интереснее, потому что если посмотреть, как вот этот нейрон разряжается, с одной стороны, он как бы медленно увеличивает частоту своего разряда, а с другой стороны, что-то здесь интересное происходит. Может, он настукивает что-то, может, пользуется какой-то азбукой Морзе. Не исключено, не исключено. Но просто мы не знаем эту азбуку и как бы пользуемся такими, возможно, даже эпифеноменальными показателями, говорят, нейрон увеличил свою частоту разряда. В то время как нейрон может быть просто активно иззаимодействовать с какими-то другими нейронами, а не просто, говорят, дай-ка я увеличу частоту своего разряда. Но, тем не менее, по частоте разряда можно судить о чем-то. И вот есть такое понятие из знаменитой клетки бабушки. То есть мы видим, нейрон активировался каким-то узкоспециализированным образом. В этом примере вы показываете человеку бабушку, нейрон активировался. Именно его бабушку. Только бабушку, да. Он думает о бабушке, нейрон активируется. Во всех других случаях нейроны абсолютно все равно. Ему можно показывать там стакан. Другую бабушку. Другую бабушку нет. Нейронов все равно. Здесь, кстати, интересно, как появился термин нейрон бабушки. Это связано с американским нейроученым Джеромом Летвином, который использовал персонажей из романа Филиппа Ротта «Жалобы Портнова». Но, кроме того, этот же роман связан с повестью Гоголя «Шинель». Так что можно сказать, что нейроны бабушки вышли из «Шинеля Гоголя», как и вся русская литература. И в этом анекдоте, который рассказал Джером Летвин, был такой нейрохирург, как и Акакевич, у которого была теория об узкоспециализированных нейронах. И к нему приходит пациент, который имеет напряженные отношения со своей матерью. И нейрохирург кладет этого пациента на стол хирургический, удаляет каждый нейрон, который отвечает за восприятие матери. Пациент просыпается, он совершенно нормален, прекрасные мысли. Но когда заходит разговор о матери, он говорит, что-то я не очень... О чем речь? Значит, пациент полностью вылечился. Акаки Акакевич надеется теперь, что ему дадут за эту Нобелевскую премию. Проходит год, но Нобелевская премия не дает. Он разочарован и говорит, переключусь к изучению нейронов бабушки. Такая история. Но, к сожалению, таких узкоспециализированных нейронов на самом деле мало. И вот, скажем, нейрон Джарджополос, он чувствительный к направлению, но не так узкоспециализированно, скажем, туда идти, либо сюда, сюда. Частота разряда не сильно меняется. И здесь приходится применять уже другие модели. Не просто, скажем, говорить, подумай о бабушке, подумай о дедушке. Так будем декодировать. А нужно применять такие популяционные методы, скажем, записывать много нейронов и давать каждому некий вектор, который показывает в преимущественном направлении, помножать на частоту разряда, суммировать. И чем больше нейронов, тем лучше декодирование. Но здесь, кстати, Джарджополос не записывал все эти нейроны одновременно, долго-долго записывал. В современных экспериментах все это записывается одновременно. И, как скажем здесь, много нейронов одновременно. Затем смотрят, как они разряжаются, разряды помножают на веса, суммируют. И эта линейная модель выдает на выходе положение, скажем, руки. Можно использовать более продвинутые модели, фильтр Кальмана. Здесь такие более сложные математики. Работает он лучше. Ну, скажем, покажу современное положение. Здесь обезьяна просто рукой двигает джойстик. Здесь мы употребляем фильтр Кальмана, а здесь продвинутая такая модель глубокого обучения, которая называется LSTM. Если сравнить LSTM и как обезьяна двигает, то это практически один к одному. Фильтры Кальмана тоже неплохо декодировать, но так более зашумленно. Так что здесь мораль такая, что современные методы декодирования, основанные на искусственных нейронных сетях, они очень полезны в данном вопросе. А сформулирую некий принцип еще такой. Любой нейрофизиологический результат можно использовать в дизайне нейроинтерфейса. Что я здесь имею в виду? Что на самом деле вот эта нейрофизиология, как я показывал, эксперимент Эверс, она длилась долго-долго-долго, а нейроинтерфейсы появились относительно недавно, и сейчас очень часто задумываются, что бы еще, к чему бы еще приложить нейроинтерфейс. На самом деле, здесь, может быть, даже изобретать ничего не надо, можно просто внимательно читать предыдущую литературу нейрофизиологическую и там черпать идеи. В общем, все на принципе обратной биологической связи. Да. То есть это базовый принцип. Базовый принцип нейроинтерфейса. Об этом помнить всегда. Базовый принцип – это не обратная связь, но на чем строить эту обратную связь, здесь хорошо понимать нейрофизиологию. Нейрофизиологию. Скажем, есть такая знаменитая задача задержки. Обезьяне дают некую цель, говорят, но цель-то, вот есть цель, но пока не надо, допустим, хватать банан. Нужно сидеть тихо и ждать, когда разрешат. И оказывается, что если обезьяна знает, где она хватает банан и ждет сигнала, то мозг все равно активен при этом, поднимается активность и такая дирекциональная чувствительность появляется. Ну, это такой классический результат, даже я опубликовал на эту тему, но в таких скромных, таких солидных журналах. А вот знаменитый нейроученый Стэнфорд Кришна Шиной, он как бы достиг совершенства в переводе нейрофизиологических результатов в нейроинтерфейсы с хорошими результатами. То есть, он, скажем, берет ту же задачу с задержкой и переводит это на рельсы нейроинтерфейса. То есть, он активность нейрона декодирует. И тут же, видите, опубликовал в журнале Nature, то есть, принцип, который я только что сформулировал, работает. Вот. Вот. Ну, давайте еще один принцип. Новый, это хорошо забытое, старое. Но это не мой принцип, это все знают. Но здесь имеет отношение к Илону Маску, который недавно начал заявлять, что вот он что-то открыл в области нейроинтерфейса. А, кстати, у него работают люди, с которыми я сам лично работал, например, Джозе Фодоретти, я с ним работал порядка 8 лет мы вместе работали. Выглядел он так в те годы, сейчас он выглядит такой же счастливый, но более такой футуристичный, более респектабельный. Вот он у Маска руководит обезьянней тематикой. И что же они делают? Вообще, технологически они очень сильно продвинулись. У них такие хорошие электроды, вдоль электрода много записывающих точек, очень элегантный метод введения электродов в мозг, называется швейная машинка для мозга, который буквально берет нить, вставляет в мозг и закрепляет следующее, 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 как швейная машинка прошивает мозг животных, в данном случае крысы. Такие тонкие электроды. Да, это очень тонкие электроды, десятки микрон в диаметре. и вот здесь они имплантировали крысу и записывают более-менее качественный сигнал. Получив эти результаты на крысу, они имплантировали свинью и, наконец, пришли к обезьяне. Вот эта обезьяна стала дико популярной, потому что они поместили это на YouTube. Обезьяна сидит в таких нарисованных джунглях и управляет через интерфейс. Обратите внимание, что даже не видно, что обезьяна имплантирована. А откуда доступ к обезьянам у Илона Маска? Как вообще добиваться этого? Через университет это делается. Договоренности какие-то? Да, да, да. То есть кто угодно не может быть. Нет, кто угодно не может, должно быть разрешение этического комитета, а это обычно при университете. соответственно, я думаю, это будет меняться уже, скажем, если действительно компания будет заниматься, то как-то можно оформить что этический комитет. то есть не в обход всяких этих вещей? никоим образом, да. Ну, вот такая вот обезьяна, значит, без проводов и очень стал популярным. Здесь, правда, есть один казус, что за 8 лет до Маска мы ровно тот же самый эксперимент уже показали, то есть, видите, обезьяна без проводов и тоже управляет, практически один к одному. Единственное, что вот шапочка на обезьяне такая громоздкая. Нам в те времена казалось, что это очень хорошо. Тела короткие. Да. И обезьяна пользовалась популярностью среди своих коллег, потому что такая корона на голове. Вот. Ну, Маск улучшил, то есть он миниотеризировал этот имплантат, но с чисто научной точки зрения показано было ровно то же самое. И покажу еще несколько деталей. Вот, используя эксперимент Маска, сначала обезьяна пользуется джойстиком, управляет чем-то на экране, получая через эту трубку сок. Значит, затем коварные экспериментаторы отсоединяют провод от джойстика, обезьяна продолжает управлять джойстиком, но сигнал здесь уже берется из мозга. И, наконец, экспериментаторы вообще отнимают ее джойстик, значит, что остается делать обезьяне. Но она знает о чем думать. Да, обманули ее экспериментаторы в результате, здесь в видео такой голос за кадром так торжественно говорит, а теперь обезьяна, когда она уже не двигает руками, уже управляет только напрямую своими собственными мыслями, играет пинг-понг. Правда, тут еще непонятно, кто кого обманул, просто если присмотреться, обезьяна держится вот за эту трубку и подыгрывает себя рукой. Надо все-таки обезьяна всех в результате обмануло. Вот, но все-таки такая тенденция у Маска заявлять, что он сделал первым то, что он не сделал первым, поэтому пока он в очередной раз не сказал этого, я покажу несколько результатов. Вот помните, я вам показывал видео, где обезьяна двумя виртуальными руками управляла, вот эти две виртуальные руки обезьянами управляет, здесь где-то около 400 нейронов делают это, и здесь замечательно, что обе руки движутся независимо друг от друга, такой результат. Либо вот мы можем посадить обезьяну на тележке, и в данном случае она находится в такой виртуальной реальности, мы двигаем зрительный фон, вызываем у нее иллюзию движения, но также мы можем двигать само кресло. Либо обезьяна может сидеть на кресле, ездить на нем, управлять движениями собственным мозгом. И это, конечно, нужно, потому что здесь находится виноград, ей нужно доехать до этой точки и схватить виноград. И с некоторыми усилиями обезьяны себя довозят до этого винограда и хватает виноград. Вот. Следующая тема искусственное ощущение. Здесь мы стимулируем мозг. Ну, искусственное ощущение, по идее, можно вызвать, поставить какой-то стимулятор на руку, допустим, и вызывать, но это уже не будет такой чистый нейроинтерфейс. Чистый нейроинтерфейс это мы непосредственно мозг добавляем электрод и стимулируем. Если стимулировать самутосенсорную кору, то можно получить тактильные ощущения. И вот здесь обезьяна имеет перед собой на экране зрительные объекты, которые выглядят совершенно одинаково, и она их ощупывает виртуальной рукой. Когда виртуальная рука касается предмета, мы включаем стимуляцию определенного рода, и, скорее всего, обезьян чувствует некие сигналы, которые ощущаются как вибрация. И вот эти объекты вибрируют по-разному, и задача обезьяны найти правильную вибрацию, задержаться, и тогда она получит вознаграждение. Вот как этот эксперимент выглядит. Здесь правильные мишени, это только для нас, обезьяни, не было такого написано, и она честно ощупывала эти виртуальные объекты, и довольно быстро находила правильные. Причем, если я правильный, который вибрирует определенным образом, но вибрирует в смысле мы подаем сигнал в мозг. Вот, и да, причем здесь интересно, что обезьяна использовала некую логику, когда она ощупывала, скажем, потому что ей нельзя было задерживаться на неправильном, если ты зашел неправильно и долго думаешь, все, нельзя долго думать. Так что довольно по-умному все это исследовала. Ну, кстати, можно этот эксперимент чуть-чуть по-другому сделать. Здесь предмет не вибрирует, а он имеет некую виртуальную текстуру, такую виртуальную решетку. Зрительно ее не видно, но если пальчиком подвигать, можно прочесть. То есть и вибрация, и еще поверхность, рельеф. Да, да, именно рельеф. И рельеф вот здесь, вот обезьяна имеет перед собой два серых прямоугольника, и рельеф можно определить только подвигав пальчиком. что обезьяны делают. Здесь для нас правильный ответ, зеленый, правильно видно, что обезьяна быстро это делает. В данном эксперименте она использовала джойстик, чтобы двигать этот пальчик, но можно совершенно по-честному в режиме интерфейса мозг-машина-мозг. Здесь вот этот палец управляется сигналами из моторной коры, и стимулируем мы самоценсорную кору, чтобы вызвать ощущение вот этого рельефа, и обезьяна довольно быстро и успешно справляется с этой задачей. Ну, кстати, и человек может делать похожую обезьяне задачу, и здесь правда мы не стимулируем мозг, а электроды находятся на пальце, но это очень такой информативный эксперимент в области такого активного осязания, то есть большинство наших вообще взаимодействия с миром оно активное, то есть мы ощущение вызываем за счет активных действий в данном случае ощущение осязания. Вообще говоря, вот эти интерфейсы, где мы стимулируем мозг и вызываем ощущение, я думаю, будет развиваться очень быстро и кохлеарный имплант тому примеру уже сотни тысяч людей по всему миру получили такие имплантаты и восстановили себе слух. зрительные импланты развиваются буквально каждый месяц выходит новая статья, где показывают, что человек носит камеру, стимулирует зрительную кору, вызывает ощущение, восстанавливает зрение. Покажу еще примеры нейроинтерфейса, который воспроизводит ходьбу. здесь мы имеем обезьяну, которая ведет по беговой дорожке. Ну, конечно, обезьян обычно ходит на четырех лапах, но может и на двух ходить. И пока она это делает, мы декодируем движение ноги по активности коры. Синя это настоящая нога обезьяны, красная это то, что мы декодируем из мозга. Видно, что такое декодирование происходит довольно быстро и успешно, поскольку мы используем такую инвазивную запись активности. Но, кстати, и неинвазивные интерфейсы, которые работают медленно, они тоже могут использоваться. Здесь в высшей школе экономики работа была выполнена Алексеем Сачьей, Николай Сметанин, Александр Кузнецов. Это человек с парализованными ногами, на него надет экзоатлет и смотрите, что он делает. Он получает инструкции на экране, которые заключаются либо сделать шаг, либо не делать шаг. И он использует свое моторное воображение, чтобы запускать шагательные движения. И вот он запустил это шагательное движение активности своего мозга. И это важно, потому что, чтобы реабилитировать этого человека, нужно, чтобы сигнал головного мозга был синхронизирован с периферическими сигналами, связанными с движениями экзоскелета, поскольку тогда сигнал с периферии пойдут в головной мозг по минимальному числу волокон, которые остались неповрежденными. И так, за счет хебиевой пластичности этот испытываемый может восстановить, реабилитировать себя. Что нас подводит к теме нейро-реабилитации. То есть уже показано, и сейчас идет вот тоже по нарастающей, что нейроинтерфейсом можно использовать для разных видов реабилитации, больных с инсультом, со спинно-мозговой травмой. И выглядит это так, человек с какими-то моторными или сенсорными нарушениями носит эго-шапочку, и затем действие интерфейса разворачивается либо на экране, либо виртуальной реальности, либо на испытуемого может быть надет экзоскелет, либо он даже может сам себя электрически стимулировать и анимировать свое собственное тело. И это направление ваших исследований в Сколково? Да, это и есть направление наших исследований сейчас в Сколково основное. И вот мы смотрим на реабилитацию после инсульта. После инсульта есть окно пластичности, когда мозг необычайно пластичен, и вот здесь бы применять приемы реабилитации с помощью нейроинтерфейсов. Здесь мы, конечно, не первые, скажем, под руководством покойного Александра Алексеевича Фролова были произведены исследования очень успешные, где на испытуемого был надет экзоскелет, и он воображал движение руки, и экзоскелет работал. Но мы считаем, что здесь кое-чего не хватает, а именно зрительно-моторной трансформации. То есть большинство наших движений связано со зрением. То есть я вижу мишень, и я направляю, скажем, я хочу взять стакан, потому что простая задача, раз и взял. Простая-простая, но на самом деле непростая, поскольку изображение стакана кодируется в координатах сетчатки, затем это нужно перевести в координаты комнаты, чтобы я мог крутить головой, а стакан не бегал по комнате, а стоял на месте. Но затем, если я хочу его схватить рукой, нужно перевести всю эту информацию в координаты руки, в координаты мышц. То есть и оказывается огромное количество зон мозга занимается этими переводами информации. И если во-первых какие-то из них повреждены инсультом, то следует принимать во внимание. А также если какие-то не повреждены, то их активность удобно использовать для нейрореабилитации. Компенсации какой-то. И здесь мы используем относительно новаторский так называемый интерфейс P300, где зрительные стимулы вызывают ответ в мозге. И это очень часто используют для коммуникации. То есть человек может набирать текст таким образом. в нашем же системе P300 задает зрительный мишень, моторный мишень. Испытуемый носит очки виртуальной реальности, где он видит такие шарики, они мигают, мы можем снимать ответы коры на это мигание. Испытуемый концентрируется на мишени, воображает движение. И если интерфейс правильно сработал, испытуемый концентрировался, воображал движение, то он в результате стреляет из игрушечного пистолетика в этот шарик. Вот собственно как выглядит этот эксперимент. Видите испытуемый у него на голове шапочка, очки виртуальной реальности, робот двигает руку. То есть интерфейс распознает моторную команду из мозга, робот двигает руку, и виртуальная реальность еще усиливает эти эффекты. И таким образом человек, если он парализован, он теперь может мозгом запускать произвольные движения и тренироваться, 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 и постепенно постепенно восстановить собственную способность производить эти движения. Здесь есть некие пути дальнейшего развития. Скажем, мы добавили стимуляцию спинного мозга, которая дает дополнительный возбудительный приток и еще ускоряет этот процесс нейрореабилитации. Мы подумаем о том, чтобы значительно улучшить нашу роботу, который мы используем. Робот может двигаться и в трех измерениях, движения кисти можно воспроизводить. Сами задачи, я показывал задачи для двух рук, это тоже нужно использовать. И еще неизведанная пока тема, вводить такой социальный контекст, потому что все наши движения на самом деле происходят в социальном контексте, и это тоже важно. Есть уровни Бернштейна, управления движениями, здесь социальные задачи на более высоком уровне находятся. Можем ли мы использовать интерфейсы для чего-то еще, скажем, можем ли мы сделать интерфейс для обоняния? Можем, и это, кстати, очень насущная задача, поскольку сейчас эпидемия ковида, и обоняние страдает у таких пациентов, причем оно затрагивается 96% заболевших, 18% полностью пропадает, наступает, по счастью, улучшение у 89%, но 11% долговременные проблемы, и они месяцы, если не дни и года уже имеют проблемы с обонянием. и это плохо, поскольку потеря обоняния приводит к стрессу и депрессии, социальным проблемам, если вы не чувствуете запах собственного тела, если чувствуете себя некомфортно, расстройство питания, если вы не определите протухшую еду, и опасность, да, по счастью, обоняние можно тренировать, это было известно и до эпидемии ковида, и здесь мы задумались, можно ли использовать нейроинтерфейс для этой цели, и по всей видимости можно, и в разных вариантах, вот, скажем, я приложу такой вариант, мы даем человеку запах, потом даем картинки на выбор, и он, здесь интересно, что он и сознательно, и подсознательно ассоциирует запах с изображением, скажем, мы ему даем запах рыбы, а показываем апельсин, ответ мозга будет один, а когда, соответственно, ответ будет другой, и уже ведутся, вот здесь, на площадке в Самаре, эти исследования, причем испытуемым очень нравится, когда даете запах, и упражнение очень интересно, вот, в разных вариантах, здесь можно так подавать запах, можно так подавать запах, и уже есть результаты, то есть, мы думаем, что да, такой интерфейс для запахов будет полезен для реабилитации после ковида, а также еще для некоторых других вещей, скажем, вот, есть задача обеспечить активное долголетие, мы думаем, что это вполне обеспечит, поскольку обонятельный ход, он вообще редко используется нами, то есть, мы редко тренируем свои запахи, а если добавить нейроинтерфейс, то это будет новым, да, нейробиологи говорят, первым пропадает задолго до симптомов у нейродегенеративных сомневаний пропадает обоняние, да, 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 ранний, ранний признак такой диагностики, да, есть такой, да, и последний аккорд в моем повествовании, это декодирование письма, кстати, здесь упомяну, что необязательно вставлять электроды в мозг, чтобы что-то декодировать, а можно электроды поместить непосредственно на тело, где имеются мышцы, которые дают довольно сильный сигнал биоэлектрический, и здесь мы поместили на мышцы 8, на 8 мышц руки электроды, и декодировали письмо, и довольно успешно, то есть человек пишет, мы снимаем электромиограмму, и вот декодируем то, что он написал, траектория, а можно просто дискретным образом декодировать эти сигналы. А дискорфию лечить можно? Да, 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 вообще говоря, нейроинтерфейсы применимы, да, практически к любым нарушениям, потому что они просто дополнительная информация, и объективная информация о том, как мозг реагирует на что-то. Вот, и следующий этап, что мы делаем в высшей школе экономики, значит, поместить электрокортикографический электрод на мозг, ну, конечно, это по медицинским показаниям делается, и просто эти пациенты любезно соглашаются делать какие-то простые моторные эксперименты, им же самим это нужно, потому что в конечном итоге это поможет лучше картировать мозг, и так далее, то есть, все это не просто так, а этим же самым пациентам и поможет, вот, Владимир Крылов в своей клинике открыл лабораторию, которую проводит, Михаил Синкин нейрофизиологическую, там, вот, это какая клиника? Это, сейчас, МГСМУ, в Москве, в Москве, в стоматологическом третий метр, так называемый, да, третий метр, да, и вот там очень сильное нейрохирургическое отделение, Михаил Синкин нейрофизиолог, Алексей Сачевич активно работает в этой области с этими пациентами, и вот, как пример эксперимента, здесь испытуемый эпилептик, вот он выполняет задачу такую а-ля Джорджополос, то есть, он ручкой из центра вовне проводит траектории, мы оцениваем, как корковая активность реагирует на эти движения, и, в принципе, в принципе, и я вот всегда думал, что можно, можно декодировать и письмо таким образом, но, правда, здесь произошел некий указок, что Шиной нас опередил, и вот он, опять-таки, журнальный ЧР опубликовал статью, где испытуемый писал, воображая, что он пишет, ну, я рад за Шиной, хотя он на нас, кстати, не сослался, что, в принципе, он, да, догадался использовать вот это письмо для управления таким нейроинтерфейсом, и, думаю, на этом я закончу. Спасибо большое, столько информации. По скриптуме я бы хотела попросить вас вернуться к экзоскелетам, как мне представляется так, со стороны, что это наиболее востребованная такая вообще вещь в практическом применении, ну, много парализованных, много инсультов, много парализованных. Как вы оцениваете, насколько они сейчас применяются широко, я не видела никогда, но я и не бываю в клиниках, на улице точно не видела. Если недостаточно, что препятствует, это, наверное, дорогое вообще устройство. А второй вопрос, он более фундаментальный, может быть, вам будет удобнее начать с него, опять же, касательно вообще всех нейроинтерфейсов, ну, в частности, экзоскелетов. Для того, чтобы это устройство было эффективным, нужно, чтобы человек когда-то умел ходить и потом утратил эту способность. Это обязательное условие, нужно восстановить какие-то навыки, навязать их невозможно. Вот на примере, допустим, дети, уже взрослые, люди, у которых был детский церебральный паралич, их можно обучить ходить или это уже невозможно, если человек никогда не ходил, не знает, как это? Вообще говоря, человек может научиться чему угодно, естественно, если он никогда не ходил, то это будет сложнее, потребует большего времени. Но если он как вид человеческий умеет ходить, наверное, это можно? это можно, да. И вообще из моторного обучения мы знаем, что любым навыкам можно, в конце концов, научиться кататься на горных не рождается с лыжами, но может научиться. Что касается экзоскелетов, они действительно в последнее время развиваются очень бурно и появились очень интересные модели, скажем, ну, пока дорогие, но цена будет снижаться, скажем, я упоминал экзоскелет, экзоатлет, да, работает замечательно, просто... У нас их производят, это можно у нас делать? Да, можно, да, и купить, а какая вообще технология, алгоритм какой? Допустим, родственники парализованного знают, что есть такая возможность, они могут заказать? По идее, можно даже частым образом заказать, надо, и он удобен, то есть... Но обучать должен все-таки ученый, наверное, специалист. Ну, вообще, автономно пока человек не может убрать, должен кто-то рядом следить, чтобы он не упал и так далее. Но выглядит это все очень хорошо и достаточно нажать кнопочку, задать программу, экзоскелет встанет и начнет ходить. И все это выглядит очень привлекательно. Причем, та же компания, экзоатлет, делает экзоскелет для подростков, совсем для детей. И, кстати, у детей с церебральным причем просто поразительные результаты. Есть, да? Ставят в этот экзоскелет и ребенок уже ходит и выглядит кстати замечательно. Мы даже написали грант с итальянцами, там у нас коллеги Юрий Иваненко находится в Италии, он как раз изучает ходьбу у детей. Вот мы написали значит грант для этих детей с церебральным причем и российская сторона профинансировала, итальянцам что-то неправильно финансировали, так что замечания к итальянцам. Спасибо большое, Михаил, желаю вам успехов в вашей потрясающей интересной работе. Спасибо. И все равно благодарю, что за приглашение.